Светлана Иловнарова Их упорство может позавидовать любой взрослый. Забывая о детских шалостях, они все время отдают музыке. Родители этих конкурсантов шутят, что их дети сначала научились читать ноты и уже потом азбуку. С шести лет я с детского садика, с подготовительного класса я занимаюсь на скрипке. Второй конкурс имени Вильгельма Шпета стал рекордным по количеству участников. 54 талантливых музыканта. Они приехали в Омск из 13 городов России и Казахстана. На счету каждого десятки премий и различных званий. Конкуренция предельно высока. Как сели в поезд, мама, я уже боюсь. Прослушивания проходили в два этапа. На первом скрипачи и вилончелисты исполнили по три произведения. Два в сопровождении фортепиано, одно сольно. Чтобы члены жюри, а это профессоры ведущих консерваторий страны, оценили чистоту звучания. Этот конкурс носит имя музыканта и педагога по классу скрипки Вильгельма Шпета, воспитанника Саратовской консерватории. Во время Великой Отечественной войны он попал в трудовую армию, где чудом остался жив. Его еле живого среди погибших обнаружил санитар. Маэстро выжил, состоялся как педагог и воспитал десятки профессиональных музыкантов. Ему было уже 56, может, лет 55. А я сопливый мальчишка был у него в четвертом классе. А он съездил в Москву на курсы повышения и приехал и говорит, слушай, Вова, я тебя неправильно учил. Вот это место по-другому надо делать. Это был пример для меня педагог, который всю жизнь учился. Во второй этап не сумели пройти больше половины конкурсантов. На очередном прослушивании они исполнили лишь одно произведение полной формы. Самые выразительные и яркие сыграли на заключительном галоконцерте совместно с музыкантами Омского симфонического оркестра. Для виолончелистки из Москвы Валерии Сенцовой это был первый выход на сцену в таком сопровождении. Ты не сам по себе. Если ты играешь, например, с фортепиано, оно тебя всегда поддержит. То оркестр не сможет тебя, даже при своем желании, он не сможет тебя поймать, конечно, потому что просто у него тормозной путь огромный. Большая ответственность аккомпанировать молодым. Это потрясающие музыканты. Некоторые из них могут дать фору профессиональным, взрослым, известным музыкантам. Кстати, Валерия Сенцова завоевала гран-при конкурса в номинации «Виолончель». Лучшим исполнителем в номинации «Скрипка» стали Абрамова Валерия и Татьяна Кричкова, обе участницы из Барнаула. Они получили денежный приз и памятные кубки. Главную интригу конкурса раскрыли в конце награждения. Председатель молодежной секции Ассоциации лауреатов международного конкурса имени Чайковского Анастасия Ушакова вручила четырем конкурсантам специальный приз. Приглашение для участия в международном юношеском конкурсе имени Чайковского без отборочного тура и вступительного взноса. АПЛОДИСМЕНТЫ Юношеский конкурс Чайковского, как мне кажется, это всегда какая-то новая ступень в жизни музыканта, в жизни человека, потому что это, конечно, конкурс совершенно высокого уровня. Там очень жесткий отбор, там все играют сложнейшие произведения. Ребята со всего мира съезжаются и победители этого конкурса в будущем становятся звездами, успешными очень преподавателями. Впереди многомесячная подготовка и колоссальный труд. Они делают все, чтобы победить, чтобы предстоящий конкурс стал началом их новых достижений. Светлана Юловна, Роман Антон Щетинин и Анатолий Серов. Новости здесь, Омск.